Ты хочешь идти в школу? Да, очень. Я аж плакала от этого, что так хотела в школу идти. Я боюсь, и так же я хочу. И так же я боюсь. Чего ты боишься? Это школа. Нет. Я не знаю. Просто я не хочу. Потому что я мальчик, и я не люблю школу. Как все. Ты переживаешь из-за чего-нибудь? Конечно. Я уже знаю почему. Что я плачу на математике. Еще я библиотеки боюсь. Почему? Потому что там я книжки забываю, но меня там ругаются. А новую учительницу тебе все равно, что будет новое? Да. А то, что другие ученики будут, трежних не будет, тебе все равно? Все равно. Главное, чтобы Марина была, да? Да. Это главное. Мы попросили в конце прошлого учебного года, чтобы Лиза попала в класс к миссис Лэкнер, которая была два года учительницей у Коли. Мы сейчас пойдем смотреть списки, которые вывесили около входа. И будем надеяться, что Лиза с Мариной у миссис Лэкнер в классе. Да. Ты переживаешь, что будет новая учительница и новые ученики? Немножко. Есть учитель или учительница, к которому ты хотела бы попасть? Да, мистер Кастил. Потому что учители, которые там, мистер Хансен, мисс Мартинес и мисс Уолфи, они все такие, такие учителя. Ты волнуешься за состав класса учеников? Не очень. Тебе все равно? Да. Коля очень легко находит общий язык быстро с детьми и с другими. Кто рад, что идет в школу? Я! И все, да? А я тут. Лиза в сплоте сделала парашют. Потому что я не знаю, что такое там будет. Привет, друзья! Привет! Мы пришли в школу на день открытых дверей. Наконец-то начинается школа. А опять? А мне не наконец-то. Сейчас мы пойдем в школу, чтобы познакомиться с новыми учителями. У каждого будет свой новый классный руководитель. У Сони и у Коли канцелярия, которую мы купили, им надо отнести сегодня в класс, положить на свою парту. Они выберут сейчас свои места, свои парты, положат в них всю свою канцелярию, познакомиться с учительницей или с учителем. У Лизы вся канцелярия будет куплена за счет школы, школой. И у нее все в классе уже будет лежать на ее столе. Готовы идти к спискам. Я готов. Я учительницу познакомиться с учительницей. Учительница. И все, которые в классе. Пойдусь, а вот ты спорила. Все, идем. Поехали в половину года. Идем, риск идем. Смотрите на этого таракана. Котенца к рукам. Нет, это таракан какой-то. Аргумент, что у него к рукам пристают какашки собачек, его не убедил. Есть в списке? Так, Соня шестой. Лизочка, смотри свой. Лиза второй класс. Коля четвертый. Я нашел. Ну и как? Месловки. Это кто это? Это в моей классе. Ура! Поздравляю, а учитель кто? Джослин Дуглас. Это женщина? Ну да. Это женщина? А ты хотела к вот этому? Ну да, но все равно. Главное, Эйва. Я без муфи и... Ты рад? Это обычно. Все ученицы такие же. У меня много моих друзей из других классов. Короче, вы рады? Да. Давай визу искать. Так, давай мисс Лэкнер. Тут видишь, где она? Кобычная. Лизочка, Лиза расстроилась, она не мисс Лэкнер и не с Мариной. Я буду просить. Если мы пойдем, это директорши. Они ничего не могут сделать. Я сделаю, я пойдем. Они не могут поменять больше. Они уже сделали. Все, Лизочка, не расстраивайся, я все сделаю. Все, я все сделаю. Все, все, пошли, мы сейчас в офис пойдем. Пошли. Близни. Я сейчас встретила учительницу английского языка наших детей и спросила у нее, можно ли язык перевести. И учительница сказала, что нужно только к директору обращаться. А директор у нас новый, я ее не знаю, миссис Таун. Короче, я буду разговаривать с директором. Поэтому мы сейчас вводим к Сонне и к Коле в класс. Знакомимся, отнесем все. А потом будем твой вопрос решать. Коля, а ты что, здесь будешь? Ты в этом будешь? Погоди. Ты не в школе будешь, ты будешь здесь? Сонечка, пойдемте. Никита, бросай шпагу, отлучись мне, подумай, что рыцарь на нее напал. Бросай. Соня, а где твой бампер у тебя? Все, пойдем. Закрыто? Так вот, Колин, класс. Так, Колин, класс. Не знаю, получится нам внутри снять или нет. Короче, хорошо, что вот в этих вагончиках, когда классы, что здесь свой туалет у них личный. Коля, не надо будет в общий туалет ходить, у вас будет общество. У тебя будет туалет в классе рядом. Я знаю. Это круто. Мам, эй, вот, а в небо соней. О, подружка. Короче, учительница нам сказала, что из-за того, что у нас новый директор, сначала нужно пойти в школу и собраться всем в спортзале. Нам представят нового директора и после этого только откроются классы на Оффенхаус. Смотрите, сзади много детей плачут, расстроились из-за того, что они в том классе. Девочка плачет, многие плачут. Так, мы, короче, сейчас уже в спортзале, не знаю, получится нам снимать. Доль стены стоят все наши учителя. Помимо, я не слава, которая в первом классе у меня была. И не с Дёрсом, нет. Сначала мы идем к Соне в класс, она оказалась на первом этаже в этом году. И мне кажется, Соня, что ты была уже в этом классе, да? 135-я. Миссис Джослин? Да, миссис Джослин. Правильно, ты миссис Джослин. Миссис Джослин. Сначала к учителю. Короче, у Сони учитель мужчина, и он новый в нашей школе. Соня сейчас будет выбирать себе класс, ой, парту. Она звонит своей подруге, чтобы туда пришла, и такие, короче, столы. Лень, вообще, металлические. Соня сейчас будет выбирать. Соня, я ей не звоню, чтобы она пришла, я просто спрашиваю, где она сидит. Учебники, вот так вот. Наука земли. Так, это получается science, естество знания, да? Это история, учебники. Это не надо трогать. Короче, вот эти учебники, которые будут дети подходить и брать именно на уроки. С собой траскать никто не будет. Но у меня тоже. Тетрадки. Вот это стол ты выбрала. И его здесь тоже будет, да? Она должна была учить, так что она выберет потом. Ты сказала, где ты будешь? Нет. Она должна быть. Слушай, ну и парты здесь вообще. Первый раз такие вижу. Сейчас Соня все положит. Куда хочешь, положи. На стол. Из рюкзака выложи все. И вот так это у Сони теперь все время будет лежать. Домой она будет ничего не будет таскать, кроме байндера. Байндер тоже, может, сюда положить. Если хочешь, здесь оставь. Хочешь, домой возьми, забери. Байндер будешь оставать? Да. Соня поближе к доске. Коль, тебе нравится Соня класс? Что, не мобайль? Красиво. Ничего. В компьютеры сразу. Сейчас мы быстренько сходим в колен-класс, а потом пойдем на встречу с директором Обсуждать лизиную ситуацию. Так, у Коли уютника со шторками, с фонариками, с загоньками. На островочках он будет, посередине. На островочках, да? На островочках. Так, у Коли стол вот так выглядит. Здесь раковина, туалет, компьютеры, Лизу вернули к миссис Лейквердклассу, мы договорились заучим. Все официально оформлено. Пошли искать. Мы задействовали кучу учителей и задействовали зауча, и нас перевели в миссис Лейквердкласс. Лиза, ура! Ура! Теперь мы с Мариной и с миссис Лейквердкласс. Нашли? Мисс Лейквердкласс? Все. Мы пришли. Так, это Лизочкина комната. Нам чуть не позволило снять, и там Лизина место. Лиза выбрала себе. Смотрите, бутылка воды, пенал и книжка ее. Все. Имя ее сейчас нет. Написала? Да, иди отдай учительнице. Потому что здесь будет имя ее здесь. Лиза в квасе, в котором она хотела. Так, фотография. Давайте, улыбайтесь. По ниже. Плюсы классные. Все, готово. Так, ну что, мы побывали во всех комнатах. Все довольны, все счастливы, особенно Лиза. Где? Я так мечтала осказывать. Пойдемте посмотрим, каких линий. А, да, пойдемте посмотрим, каких линий. Так, а это для шестиклассников. Что-то, да, в адресинг. Здесь, видимо, будут какие-то писать. Это учитель делала. Это учитель делала. Что? Вот этот? Все, выходит, да? А, это... Он доктор? Да. А почему доктор? Потому что все остальные учителя просто миссис и мистер. А этот доктор. Значит, у него есть... Образование такое. Так, ну что, линии те же, да? Да. Вот 117. Это Лизина. Лизина. Лиза здесь будет выстраиваться. У Сони где-то в санкции, она 135. У Сони вот там, да, в самом конце, да? 135. А у Коли какой номер? А у Коли... А у Коли где-то вон там. У него... 103. Так, Коля будет вот здесь выстраиваться завтра. Поскорей вы завтра. Все, Лиза ждет, когда не дождется. Разрешили нашу ситуацию. Он не может так, как дополнить? Да. Отсюда уводят тех, что в этих... В этих вагончиках. Ну все, разобрались, пошли. Осталось энное количество часов до первого школьного дня. Встретимся завтра. Так, смотрите, наша киса. Это ее реакция на Колины носки. Киса, мои носки. Летом мы все время были без носок, а тут Коля пришел в носках. Киса. Киса. Блин. Первый раз такое вижу. Киса. Идет знакомиться, не уходит. Блин. Каи, не хочет такой. Тоски. Блин. Блин. Сейчас, познакомиться, поехали. Илья, как глупо донет. Бля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не уходит. Блин. Вот это чудо-чудно. Коля в носках пришел. Ага, чудо второе запищало Никита. Дети, а кто из вас excited? Я excited, потому что друзья будут. Я excited. Только мои все будут. Все там будут на первый день школы. Все. Я немного excited, потому что две мои подруги там есть. В моем бассейн. Так что я меньше волнуюсь. Это круто. А у Лизочки подруга ей сегодня не придет, она приболела. Два раза. И Лиза из-за этого расстроилась. У тебя, Лила, будет там. Лиза, наверное, еще у себя найдет друзей. Конечно найдет. Как видите, Соня в обычной одежде. Спортивной. Первое сентября, просто учебный день. А где же цветы? Кому? Мне? Училки. Училки. А в Альбинске где? Три головы. Колин новый рюкзак. Другой. Мам, уже снегом чуть пахнет. Не пахнет снегом, это называется осень. Желаю вам хорошо провести первый день в школе. Пока. Со всеми знакомьтесь. Все, бай, с Богом. Я говорила, что там в классе. А Лизу, когда поставлю. Там, ну, там еще одна такая девочка русская Наталья. Да, там еще одна будет девочка русская. Будет три. Возможно, даже будет больше, я не знаю. Оказалось, у Лизы в классе еще целых две русские девочки, помимо Лизы и Марины. Круто. Солнце в классе русских. Сонина линия самая крайняя. Шестой класс, последний в начальной школе. Коля уходит. Посмотрите, они вот там будут походить. У Коли рост на фоне других учеников. Короче, все ушли. А вон там шестиклассники делают зарядку. Посмотрите на этого оператора. Кто хочет увидеть то, что снимает Никита, напишите в комментариях. Мама, я посмотрю, что я бы снимала. Ну что, закончился первый учебный день? Да. Какие ощущения? У меня самый лучший учитель, который в эфире. Самый лучший? Да, он учил мистера Ролкуния, когда ему было 12 лет. И у него так много сертификетов. Прямо все на стенах, хотя там мало места. Наград разных? Да. Сертификаты, это награды? Да, и еще он пережил кинцер. Серьезно? Да. Я вам что вам рассказал? Да. Это болезнь такая. Ничего себе. Ну и тебе понравилось, да? Как он себя ведет, как он общается с вами, да? Эйва была? Да. Рядом с тобой сидит? Да. Ну все, у Сони, короче, все хорошо сложилось. Лизочка, у тебя что в школе было? Очень классно. Понравилось, как мисс Леггнер учат? Ага. Во втором классе очень нравится. Хорошо, ты... Это первый день. Местечко у тебя понравилось, где ты сидишь? Ага, очень. Вокруг кто с тобой рядом сидит, русские или американцы? Американцы. Но они хорошие, да? Мама, еще у меня есть такой мальчик в классе, который родился девочкой. В смысле? Просто девочкой родился. А как он стал мальчиком? А кто вам сказал? Учитель. Учительница? Так, этот момент я недопоняла. Опустим его. Но в целом все хорошо было, да? Да. Библиотеки не было? Нет. А у меня была библиотека. И у меня завтра библиотека была. Все было круто. Очки передали? Она в школе. Я в школе буду... Правильно сделала, что очки в школе оставила. Это в школе очки. Соня решила носить только в школе очки. Кстати, я ее принесла в школу, потому что когда я вернулась домой, мама увидела очки на полочке. Спасибо, мам. В бутлярчике. Мама! Спасибо, мам. И мама понесла, отнесла в офис. И в офисе передали. Коль, ну твоя очередь. Что? Рассказывай. Все было нормально. Как обычный день, чуть-чуть учили. Много на улице гуляли. У меня много друзей. Друзей, которые в первом классе помнишь? Ага, самые хорошие. С которыми ты не хотела расставаться в первом классе потом. Да. Ну, они были... Они теперь в моем классе. Они оба едут только что. И вы по-прежнему такие же хорошие друзья, правильно? Да. Коль, а самая классная комната, скажи, пожалуйста, тебе нравится то, что она вне школы, и то, что туалет не общий вашего класса? Нет, туалет намного лучше, чем обычно. Да. Ну, а то, что у вас не в школе, а в вагончике в этом, как, ничего? Да, там все классно. Классно? Да. Не было жарко, потому что сегодня жарко на улице? Нет, не очень, потому что там было эрка для себя. Кенсионерка очень? Да. Там было чуть холодно даже. А вы на какие-то занятия ходили в саму школу, или целый день провели в это? А, мы ходили в школу на музыку, еще вещи на ланч, тут гуляли на ланч-висес. Я подограбляюсь, но я подограбляюсь в миддл-скулу. Мы даже пытаемся сделать такой... Там такой маленький шкаф, но мы притворяемся, что это локер. А, вы уже морально готовитесь к миддл-скулу и учитесь... Совсем. И учитесь иметь локеры, да? Да. Дети, поздравляю вас с прошедшим первым учебным днем. Оля куда-то уже ушел. Я вам сегодня купила многих всяких вкусных вещей в Киеве, в магазине. Всякие пряники, всякие бублики, халву. Мы тут уже дома. Ничего не купите. Пока, друзья. Как всегда, со школы передали пакетики. Пакетики или какие-то листочки с информацией. Вот это Лизина все. Расписание здесь стоит как бы наоборот. Предметы и в какие дни они будут. Получается, что библиотека по вторникам у Лизы, она боится, что по четвергам. Сайенс по понедельникам. Ланч с 11.10. С 11 до 11.55. Ланч так долго. У меня два рифа коротких, а один длинный. Значит, у нее час и с половиной. У Лизы одни переменки, одни ланч. Когда ты учиться будешь? Так, этот стандартный вот этот список бумаг, стопка бумаг, которую передают каждый год. Здесь календарь, здесь праздники, когда есть школа, когда нет. Здесь права и обязанности. Все, что ребенок делать может, что не может. Про родителей, как родители себя должны вести, что они обязаны делать. Меню, то, что будет на ланче и на завтраке в течение этого месяца, сентября вернее. Ну и, как всегда, нам дали такой календарь на целый учебный год. Вот он у нас старый, прошлогодний календарь. А это вот новый календарь в этом году. Здесь также вся информация, которая необходима для школы, это именно нашей школы календарь. То, что Коле передали, тоже правила поведения, расписание. Так же примерно, как у Лизы, только в обратную сторону. По дням и в какие дни, какие будут предметы, помимо постоянных, математики и английского. То есть математика и английский каждый день, а вот эти дополнительно. Вот такие обычные пакеты передают в начале года, когда учительница хочет поближе познакомиться с каждым учеником. Просит вот сюда положить пять каких-то вещей, которые могут что-то рассказать о ребенке. В школе будут сами рассказывать, все показывают эти предметы и рассказывают себе какие-то пять вещей. А это что, дневник, да? Адженда, или как там вы ее называете, да? Такой дневник у них. Коля, у тебя такой же дневник? И так же, мама, ты должна это подписать, потому что у меня много вещей здесь. У меня пока вот такого нету, потому что у нас это... Ага, вот уже первый день, да? Это то, что вы сегодня делали, да? И мне нужно вот тут расписаться, правильно? Угу. Я должна типа прочитать и понять, что они тут делали. Да, Соня? Да. Так, а это Соня решила теперь уже в музыкальную группу зарисоваться. Нет, каждый человек, каждый себе нужен. Обязан? Да. Это что, вас заставляют? Да. Так, ну давай посмотрим. Ты должна выбрать, на чем ты будешь играть, да? Да, я хочу ВЛН, ВЛА или тромпет. На этом все. Дорогие зрители, спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания! А если вам понравилось наше видео, то... Поставьте лайки! И если хотите увидеть то, что снимает Никита, то... Поставьте лайки! И напишите в комментариях. Никита у нас новый блогер семейный. И это видео.